Здравствуйте! В эфире программа «Разговор». Сегодня мы представляем нашего гостя относительно нового, я бы даже сказал, свежего военного комиссара Ульяновской области Андрея Пожарского. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Владимирович, сразу вопрос для общего знакомства с вами. Андрей Владимирович, имя отчества одного из великих российских князей, Пожарский, фамилия другого, не менее великого князя, о котором мы вспоминали буквально недавно в связи с праздником 4 ноября. Не благородных ли кровей, Андрей Владимирович? Нет, я не благородных кровей, из рабочей семьи. Окончил школу в 89-м году в Белгородской области Борисовского района и с 89-го года служу в вооруженных силах. В армию пошли потому что династия или какие-то иные причины? Нет, династии. Я один, единственный военнослужащий в семье. Андрей Владимирович Пожарский, военный комиссар Ульяновской области. В вооруженных силах служит с 1989 года. В 2018 году закончил военную академию Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации. Полковник. В сентябре 2020 года назначен военным комиссаром Ульяновской области. Из чисто таких патриотических побуждений захотел служить в вооруженных силах. Я сейчас сопоставляю в уме даты и понимаю так, что срочную вы служили, если служили, весьма непростой период в переходной. Это были, вероятно, 90-92 года, да? Нет, я учился в училище с 1989 года. А этот переходный период, как вы называете, я был офицером, старшим лейтенантом. Как то время вспоминается? Как вся страна, что все плохо или есть какие-то светлые проблески в памяти? В то время, вы имеете в виду? Ну, я бы сказал так, что мы просто отдавали долг родине. И я был в том возрасте, когда ни политикой не занимался, ни вникал особо в эти проблемы политические. Мы просто служили и отдавали долг родине. А знаменитая и есть такая профессия родину защищать в то время еще была в сознании? Была в ходу? Или уже настало время, когда это были просто высокие слова из популярного фильма? Нет, я уверен, уверен, что она была. И в то время и горячие точки, вы знаете, были. И наши военнослужащие там принимали непосредственное участие. Я должен сказать, что мы с честью и достоинством отдавали свой долг, служили родине, не задумываясь и о денежных средствах, защищали родину. Я бы так сказал. Повоевать удалось? Ну, в определенной степени да. Вот мне интересно, а почему люди, которые там были, так скупо всегда об этом рассказывают? Вы знаете... Вот и вы сейчас только сказали. Ну, в общем, да. И все. И на этом все. Ну, вы знаете, война — это очень тяжелый труд. И, ну, порой... Порой не хочется об этом просто говорить. — Вы стали областным военкомом два месяца назад. — Да. — То есть получается, что вас, по сути, призвали на осенний призыв. Если сравнивать, как это происходило на вашем опыте в других регионах, и вот здесь Ульяновская область чем-то отличается кардинально? — Нет. Я бы сказал, что сейчас, на мой взгляд, регионы сейчас все в одинаковом положении из-за той проблемы с коронавирусной инфекцией, которая, к сожалению, не отступает. И все в одинаковом положении, но уже с учетом, я знаю, с учетом опыта, который мы приобрели в ходе весеннего призыва, и те наработки, и те мероприятия, они, естественно, и с учетом того опыта, и были, и наращиваются, и выполняется весь комплекс мероприятий для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции и на призывных пунктах муниципальных образований, и на сборном пункте области. — Вы знаете, когда в свое время призывали в армию новобранца Щедрова, вот и я, в 87-м году, мы старались попасть в весенний призыв. Объясню, почему. Потому что весенний призыв — это значит, Новый год ты встречаешь уже железно в рядах вооруженных сил. Очень не хотелось. А весной как-то оно попроще. Сегодня ситуация изменилась. Какой призыв из двух сегодня популярней у новобранцев? — К сожалению, ничего не поменялось. Весенний призыв, конечно, популярней. И наши призывники туда с большей охотой идут и служат в уроженных силах. Именно вот весенний призыв. — А вообще отношение к службе, отношение к призыву у призывников поменялось в связи с тем, что им значительно облегчена задача, и служат они теперь не два, не три года, а всего лишь год? — В какой-то степени да. В какой-то степени да. Я застал, конечно, те времена, когда служили два года. Но сейчас им гораздо проще в этом плане. Особенно водители из категории С — это та категория, которая не то, что в прелегированном положении. Это те специалисты, ценные специалисты, и они с удовольствием идут в вооруженные силы для того, чтобы и в том числе набраться какого-то опыта, потому что они вот буквально недавно, там, неделю назад закончили ДСАФ, получили права, и для них это такой серьезный шаг для того, чтобы набраться опыта, практически подучиться, и потом уже, придя из вооруженных сил, заниматься профессией, связанной с управлением транспортных средств. Давайте я вам сейчас задам непростой вопрос, и мы на этом эту скользкую тему закончим. Ну, не секрет ведь, наверное, что уклонисты никуда не елись, и бегунки никуда не елись. В связи с этим у меня вопрос из двух частей. Стали ли они сегодня изобретательнее по сравнению с тем временем, когда, условно говоря, служили мы с вами? И легче ли им стало выполнять свою боевую задачу в связи с коронавирусом? Ведь под коронавирус, мне кажется, удобнее уклониться. Ну, вот действительно, вот накладывает определенный отпечаток и проблемы с этим, вот с распространением этой инфекции. Но закон, как говорится, суров. И те ребята, которые подлежат призву, они прекрасно понимают, что по закону они должны отдать долг родине. Но, еще раз повторюсь, коронавирус, конечно, накладывает свои отпечатки. Ну, и здесь мы, соответственно, и предпринимаем усиленные меры в плане оповещения и доведения федерального закона. А изобретательность у клонистов вас поражает сегодня? Или они уже не такие изобретательные, как раньше? Изобретательность. Не могу я сказать. Но были случаи, которые даже вас, видавшего виды военного, поразили? Пока, к сожалению, нет. Нет. Пока, к сожалению, нет. Ну, дай бог, чтобы их и не было. Раз уж мы заговорили о том, что сегодня служба в армии год, у меня вот такой вопрос. Смотрите. Что такое год в армии? По сути, ничего. Там полгода ты учишься, и всего полгода служишь. Задам общий вопрос, который сегодня витает в воздухе. Почему до сих пор этот институт срочной службы у нас существует? Может быть, нам действительно есть смысл перейти на контрактную, на профессиональную армию и не мучить тех, кто не хочет, чтобы их мучили? Нет. Нет. Этот, я считаю, вопрос однозначно, что нам надо готовить эмуляционные ресурсы. И в виде срочной службы мы это делаем, в том числе, понимаете. Контрактная армия, ну, это только часть той системы, которая обеспечивает обороноспособность нашего государства. А можно за год подготовить? За год? Там же есть у этой медали вторая сторона. Они всего год там, условно говоря, прибывают, потом возвращаются, и гораздо быстрее, чем мы, допустим, забывают о том, что они приобрели. Смысл в такой подготовке? Ну, надо не забывать, что у нас есть и начальная военная подготовка, которая подразумевает то, что уже наш призывник идет более-менее уже подготовленный. Понимаете? И это как бы компенсирует то, что вы говорите, сроки становления его как специалиста. А в каких родах войск и в каких городах сегодня наиболее востребованы ульяновские призывники? Есть такая статистика? Нет, такой статистики нет. Но я должен сказать, что ульяновцы на высоком уровне считаются в вооруженных силах. Я это точно знаю. А скажите, а что для военкома наибольшая награда? Ну, кроме того, что выполнить план по призыву. Ну, допустим, какое-то благодарственное письмо из части, куда уехал призывник, или что-то другое. Вот для вас лично, для военкома высшая награда, наивысшие показатели вашей работы. В чем он? Наивысшая награда. То есть, когда Андрей Иванович Пожарский, условно говоря, понимает, что он не зря ест хлеб. И даже, может быть, радуется. Вы знаете, для себя я так думаю, что уйдет наш призывник. Наш призывник служить в армии. И в итоге останется там проходить военную службу по контракту. Выберет себе профессию военнослужащего. И я думаю, это для меня будет, как вы сказали, наградой. То есть, не зря мы этого призывника готовили. Не зря мы его направляли в вооруженные силы. И он дальше будет продолжать служить родине. А много таких сегодня? Есть такие. И достаточно, я считаю, количестве. Которые связывают свою жизнь с армией. А в таком случае, как вы считаете, а почему бы не поступить в военные училища сразу? Ну, тут, наверное, разные причины. Объективные и необъективные. Не знаю. Устал. Понятно. Есть ли сегодня парни, которые сами приходят? Которых не надо призывать. Которым исполнилось, условно говоря, призывной возраст. И они пришли, хотим в армию. Есть такие, безусловно. Как есть те, которые ей сомневаются. Также есть те, которые сами приходят, не ожидая даже повестки. Понимаете? И это в определенной степени, наверное, заслуга и родителей, и преподавателей в школе. А как работать с сомневающимися? Что делать, чтобы сомнения отпали? Вы знаете, некоторые просто сомневаются в своих возможностях и способностях. И приходится призывника убеждать в том, что здесь абсолютно ничего страшного нет. И я сколько беседую с ними и говорю, вы попомните мое слово. Вы еще свяжете свою жизнь с армией. И вот в таком вот роде беседуешь, приводишь примеры таких же сослуживцев, как и он. А вы сейчас сказали, что вы беседуете с призывниками, что так легко попасть в кабинет военного комиссара Ульяновской области? Нет, имеется в виду в ходе отправки на сборном пункте области. А вы с ними там общаетесь? Потому что мы, например, военкомы не видели. Нас отправляли и принимали другие люди. А военкоме мы знали, что он есть, но он к нам от нее не приходил. Не каждую, конечно, команду отправляют. Но это мероприятие мне самому как бы интересно и знать, чем наша молодежь занимается. А были в вашей практике экстраординарные случаи, когда призывник оказывался у вас на ковре по вашей воле? И что это за экстраординарные случаи, когда военком может снизойти до призывника? Нет. В мою короткую, непродолжительную практику таких еще случаев не было. Будут? Вот потому, что происходит в Ульяновской области? Или у нас все хорошо, тихо, приятно? Ну, конечно же, свои проблемы есть, но я не думаю, что до такой степени вот дойдет. Мы все работаем, и главы муниципальных образований, и губернатор Ульяновской области сейчас все буквально настроены для того, чтобы выполнить норму призыва и достойных людей, призывников наших ребят отправить в вооруженные силы. Призывник сегодня не тот пошел. Я по состоянию физического здоровья. Или ничего не поменялось? Те же проблемы, что и раньше. Ну, если отбросить коронавирус. Ну, если сравнить и в мою бытность, если в сравнении, конечно, в те мои молодые годы, естественно, меньше было сидячих положений у наших ребят. Потому что не было в то время ни компьютеров, ни телефонов, ни игровых приставок. И поэтому мы находились в большей степени на улице, занимались спортом. Ну, вот я считаю, это вот такая чуть-чуть у нас проблема в этом плане. А нормативы сильно поменялись с тех пор? Или они остались на том же уровне? И какое количество призывников сегодня в состоянии эти нормативы выполнить? Ну, сама система, система оценки чуть-чуть изменилась. Там у нас сейчас бальная система. Вот. И призывник, и военнослужащие сдают нормативы на выбор в зависимости от своего физического развития. Понимаете? Вот единственная такая разница. Но в основном призывники выполняют нормативы. А сколько сегодня надо? Ну, вот основные. Подтянуться, отжаться? Подтягивание, бег. Ну, 8-10 подтягиваний, допустим, сколько? Ну, 10 достаточно. Достаточно? Достаточно. Скажите, ребята, которые сами приходят и просятся, они просятся куда? Они просятся на теплые места или они просятся на места, которые, скажем так, статусные? Ну, я имею в виду Кремлевка, ГФСБ, дивизия из женского, если она еще существует. Кремлевка, как вы говорите, это очень там жесткий отбор и критерий. А наша есть там сегодня, кстати? Конечно, конечно. Но немного, я думаю, да? Немного, но есть. Ну, тот план, который нам предписан, мы выполняем. А туда, ну, правильнее отвечать, туда можно попасть по блату? Я уверен, что нет. Потому что... В обход по импорту. Очень жесткие критерии, понимаете? Очень жесткие критерии. И здесь, как бы мы не хотели, мы туда не сможем, как говорится, как вы говорите, по блату, кого-то отправить. Для пацифиста, наверное, ответ на мой следующий вопрос будет на поверхности, но не все так однозначно, особенно в нашем непростом мире. Скажите, пожалуйста, вновь появляющиеся на карте горячие точки. Это хорошо для призыва? Или все эти новые Афганы, новые Карабахи, новые Чечни... Не айс, как говорит молодежь сейчас. Мы же прекрасно понимаем, что участие в боевых действиях это определенный опыт, приобретает и наш пехотинец, и в соответствии с этим и растет, и растет и опыт, приобретение опыта, и вооружение, естественно, требует необходимого уровня. Поэтому я считаю, это, конечно, определенный опыт, определенный опыт есть. Ну, конечно, дай бог, чтобы не было. А для призыва? Потому что я же помню, вот, допустим, афганский период, это, насколько я знаю, период, когда, скажем так, с призывом в нашей стране были большие проблемы. Ну, сейчас военнослужащих по призыву в горячих точках нет. Там только военнослужащие. То есть туда только контрактники? Там исключительно военнослужащие по контракту. А просятся, бьют себя в грудь, как раньше в Афган. Тогда же считалось шиком среди пацанов, возьмите в Афган. Понятно, что не думали о последствиях, но прийти и попроситься было, как бы, очень престижным в своей тусовке. Ну, в основном такое массово, как говорится, ну, сейчас в части все постоянные боевые готовности у нас, которые комплектуются военнослужащими по контракту, это уже само подразумевает то, что в любой момент этот контрактник может убыть в то или иное место для выполнения боевой задачи. Это уже у него, как говорится, заложено в подсознании. И он это знает. Я помню, что в свое время, в мое время, было особенным ритуалом то, что называлось пребывание на сборном пункте. Там были свои правила, там было свое маленькое государство, там были свои традиции. Ой, что, ну, я уже не буду говорить, чем мы иногда там устраивали. Сегодня, может быть, в связи с тем, что время пребывания там сократилось, не доставляют вам будущие рекорды проблем на сборных пунктах? Нет, нет. Сейчас призывник... Сознательный. Он находится на сборном пункте, ну, максимум до суток, а то и того меньше. Поэтому там совершенно нет времени для того, чтобы там, как вы говорите, ритуалы устраивать. А взаимоотношения с комитетом солдатских матерей, если такое сегодня есть, если он еще существует, и с отдельными солдатскими матерями, в зависимости от степени их адекватности, все устраивает? Они сегодня стали потише? Ну, знаете, у нас круглосуточно работают телефоны горячей линии. И все вопросы, которые у родителей возникают, они в любую секунду могут эти вопросы обсудить или задать. Так что здесь проблем нет. Все прозрачно и доступно. До того, как включились камеры, мы с вами уже начали об этом говорить, кому, как не вам, задавать вопрос о степени патриотизма в сегодняшних призывниках. Вы сказали, что многие из них даже не представляют себя, кто такой Кенеясь Пожарский. А вообще, патриотизм для них что? Вот вы с ними общаетесь, вы с ними разговариваете. Они идут слушать, потому что они такие патриоты, или чтобы просто быстрее этот год из жизни вычеркнуть и забыть, как страшный сон? У них есть понимание, что я иду защищать Родину. Я думаю, что есть. Думаю, что есть. Это школа, родители? Или это личные приобретения? Я убежден, что это совокупность, это семья, это школа. И если эти ячейки, ну, не ячейки, а, как сказать, постоянные вот эти образовательные процессы и со стороны семьи, и со стороны школы, и улицы, может, в том числе только тогда, какой-то будет результат. Давайте вернемся к вам. Ну, вы, как мы выяснили уже, в том числе и боевой офицер, сейчас у вас должность, которая предполагает более, скажем так, мирное назначение. Ну, кабинетный товарищ, скажем так. Если бы вас сегодня поставить перед выбором, продолжать заниматься тем, чем вы занимаетесь, со всеми сложностями вашей нынешней работы и вашего положения, или куда-нибудь на фронт, что выбрали бы? Если бы была ваша воля. Понятно, что армия, субординация, куда пошлют, там служим, но по-человечески. Ну, скорее всего, я бы, конечно, выбрал бы, как вы говорите, фронт. Угу. Почему? Какие главные проблемы у областного военкома? Выполнить норму призыва. И отправить достойных, достойных ребят в наши вооруженные силы. Если эта проблема есть, насколько она решаема в ближайшее время, чтобы она перестала быть таковой? Сколько времени должно пройти, чтобы мы вернулись, ну, скажем так, к показателям призыва, ну, скажем, позднего Советского Союза? Не знаю. Не знаю. А тогда в чем дело? Вы говорите, патриотизм есть, желание есть. Почему цифры хромают, на ваш взгляд? Чего не хватает? Чего сейчас нет в современных молодых парнях, чтобы эта проблема изжила себя? Так, по чесноку. Пусть они послушают и, может быть, выводы сделают. Не знаю. Даже общаясь с ними, вы их не понимаете? Получается. все, я понимаю. Не эфирная тема? Не эфирная тема. Если бы вам сегодня было 18-20 лет, вы бы повторили этот путь? Безусловно, наверное, да. Я так сейчас в голове прокручиваю. Я думаю, что... Я думаю, что да. С оглядкой или без оглядки? С какими-то изменениями в одну или другую сторону? Или вот прям вот как есть, так и есть? Ну, учитывая опыт. Прожитые годы. Да нет, я бы одну фразу сказал. Я не жалею. Ну что, 32 года уже вооруженных сил. Понятно. У вас сейчас есть возможность обратиться к призывникам. Главные слова, которые вам хочется им сказать. И в том числе в связи с призывом, и, может быть, вообще. Призывникам? Ну, я должен сказать, что да, действительно, призыв идет в сложной обстановке, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Но я с уверенностью хочу сказать, что все мероприятия для того, чтобы не допустить заносы и распространение коронавирусной инфекции на сборный пункт, в те соединения и части, куда они убывают, выполняются в полном объеме. И я считаю, это выполняются экстраординарные меры для того, чтобы наших призывников, наших ребят защитить защитить от этой инфекции. И начиная с того, что им средства индивидуальной защиты выдают, и маски, и перчатки, и ДЭС-средства, и проводится тестирование. Вот только после этого наш призывник пересекает порог сборного пункта, ну и, соответственно, со всеми социальными дистанциями выполняет все призывные мероприятия на сборном пункте. То есть, резюмируем, мы с вами сейчас обещаем, что они уйдут нормально и вернутся к своим мамам, папам, дедушкам, дедушкам, бабушкам абсолютно нормально. безусловно, это так. Андрей Владимирович, я желаю вам уверенности, я желаю вам, чтобы как можно скорее решились все проблемы. Спасибо. Вот, я желаю, и желаю вам, чтобы вот ваше внутреннее желание, которое я читал в ваших глазах, сказать вот это самое неэфирное, никогда у вас не возникало. Спасибо вам большое, что пришли. И напоминаю, что госстудии программы «Разговор» сегодня был сравнительно новый, недавний военный комиссар Ульяновской области Андрей Пожарский. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова